В условиях непредсказуемой зимней погоды состояние поля, на котором проходит первый втягивающий тренировочный сбор, становится одним из главных факторов. Поэтому руководству «Болгаря» и было принято решение проводить тренировки на малой арене центрального стадиона с искусственным покрытием. Мало того, что никакие природные катаклизмы ему не страшны, так еще и прогревается до плюс 10. Довольно-таки комфортно. Почти вся обойма клуба тренируется в нетипичной для основного сезона обуви – шиповках. Многие ждут сбора в сочинских тепличных условиях, когда можно будет надеть привычные бутсы. Ребята в шиповках. Ну я профессионал, я не могу себе позволить в шиповках тренироваться. Все-таки мы футболисты должны одевать бутсы, несмотря на это искусственное поле. Конечно, у нас есть повреждения уже мышечные. Есть повреждения. Ребята травмировались на искусственном поле. Впрочем, глобальных травм, как, например, у Александра Болонина и Виталия Гурулева, избежать пока удалось. Оба игрока получили повреждения в первой части сезона и только-только приступают к занятиям в общей группе. Виктор Гараев пока единственный новичок «Волжан» в межсезонье. Впрочем, новичком его можно назвать с большой натяжкой. Игравший осенью за песчанокопскую «Чайку» защитник ранее привлекался на сборы «Волгаря». Сегодня у астраханцев уже другая модель игры, чем пару лет назад. Астраханцы сейчас уверены идут в тройке лучших команд зоны «Юг». До Краснодарского урожая, что называется, рукой подать. Четыре очка отставания. Помимо атакующих схем, волжане в новой части знают, чем угостить конкурентов в борьбе за путевку в ФНЛ. Нет, такие секреты мы не раздаем. Тем более на камеру. Не-не, это будет заготовка для соперника. Я вообще не знаю тренеров, которые не мечтают о еще усилении. Конечно же, я очень этого хочу, но, соответственно, все финансы, возможно, вопросы, это, скорее всего, к руководителям. Руководство клуба уходит от разговоров о переговорах с бывшим. Спонсором коллектива в лице крупнейшей газодобывающей корпорации, литера которой до сих пор красуется на эмблеме клуба. Не на камеру сообщают. Возобновление партнерских отношений вполне вероятно. А пока в Волгаре объявили воскресный открытый отбор, в котором любой желающий сможет себя проявить. У нас есть желание, чтобы действительно просто простые граждане Астрахани пришли и поучаствовали в тренировке с командой. Всегда есть шанс то, что какого-нибудь уникального рисомородка мы увидим и возьмем в команду. Выглядит как фантастика, но реальность такова, что кое-кто из футбольных инкогнито и ноунеймов сможет присоединиться к Волгарю уже на сочинском сборе. Автобусный выезд в город-курорт запланирован на понедельник. Артем Лепех, Норга Галич, Центр новостей.